Здравствуйте. Я начала снимать цирк по заданию Сергея Яковлевича Максимишина на курсе. Да, спасибо. Он отправил нас в какой-то момент искать темы для съемок. Один из моих проектов был связан с Новой Москвой и Подмосковьем. И в момент, когда я бродила по Южному Бутову, подожди, не надо, это был апрель, я увидела, как ребята на тросах поднимают вот такую штуку. Я подумала, что это знак, и пошла к ним знакомиться. То есть на тот момент для меня было, ну, одной из задач было вообще, в принципе, подойти к людям, сунуть им камеру в лицо, и тем более там влезть как-то в жизнь. Вот, так что я решала еще такие для себя задачи. Они меня приняли не сразу, но потом мы нашли общий язык. Я в итоге прокаталась с ними два сезона. Они с апреля по ноябрь практически выступают. Это, ну, я не знаю, они утверждают, что они единственный передвижной цирк, которым руководит настоящая династия, династия Кудзиновых. Там хозяйка цирка Оксана Кудзинова, ее муж, ее отец, и мама, и двое их детей. Это хозяева цирка. Они, папа с мамой работали до всю жизнь в большом московском цирке, но копили на свой шатер. То есть купить вот такой шатер, это очень-очень дорого. В итоге они накопили, и в 2010 году купили свой тент, и начали отдельно существовать, отдельным цирком. Где-то их хозяйство составляет… Вот они в шестером нанимают на каждый сезон по 15 примерно артистов дополнительных. Где-то 40 животных с ними ездят в трех фурах. И иногда нанимают еще для скорости рабочих, которые собирают и разбирают эту конструкцию саму. Ездят они по Подмосковью, недалеко от МКАДа, останавливаются, выступают. Медведи, у них свои животные, собаки, обезьяны, змеи, крокодилы. Вот фурус медведей они нанимают дополнительно. Дети учатся выступать с малолетства. То есть сама Оксана выступала в большом цирке с 7 лет. Бабушка сейчас уже не выступает, она сидит на кассе. Они все делают сами. Как бы сидят на кассе, ставят номера, дрессируют животных, все это собирают, разбирают. Это Алекс. Вот на тот момент, когда я начала это снимать, он только начинал изучать всякие трюки. Вот в этом году я видела, что он выиграл… Был сейчас конкурс в большом цирке. И он выиграл главный приз. Никулина, да? Да, да, да. Это Алекс Маслянов. Он выиграл главный приз детский. За очень сложный эквилибр на катушках. Это всякие декорации. Там закулисье, я все снимала закулисье, оно размером примерно с эту сцену. И когда туда набивается 10 человек, еще обезьяны и попугаи, это, в общем, очень… все получается снимать впредь. Я знаю, как бы, цирковые очень боятся защитников животных, потому что это из-за искажения информации о том, как содержатся животные. То есть они очень не хотят впускать в свою закулисье, особенно там, где… Да, 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 да. У меня были с этим большие проблемы. То есть они очень боялись меня пускать за кулисы. То есть мало того, что нельзя снимать внутри шатра, за кулисы попасть – это целая история была. То есть в итоге мы друг друга… Я вообще к этому очень чутко отношусь. Если бы там реально происходили какие-нибудь ужасы и жестокости, я бы как-то отреагировала и бросила бы или проект, или как-то попыталась там спасти животных. Но вот не было ничего такого, что могло бы… То есть все животные живут с ними вместе в вакончиках. Да, мне из-за этого нравится, что это некое развенчание мифов, когда чем больше фотографов показывают эту внутреннюю кухню, уже люди смотрят и меньше слушают какие-то такие популитические высказывания о том, что там бьют животных, там плохо относятся. Я видела, да, тоже эти ролики ужасные, они про стационарные цирки. Вот в Шапито цирк не может позволить себе, даже из таких соображений, что они не могут себе позволить покупать новых животных. То есть это все очень дорого. Ну и плюс они их любят, они все как бы из пипеток выкормленные, они к ним как к детям относятся. В общем, они к своим детям относятся более жестко во время постановки номеров, чем к животным. Дети, да, вот с самого малолетства ползают по манежу, то есть для них это не проблема выйти. Вообще, ну, не знаю, как относиться к цирку с животными, но вот в этом конкретно цирке ничего такого не было ужасного. Я вот собиралась поснимать их месяц и как бы и все, но в итоге я прокаталась с ними два года. Как бы мы стали друзьями. Вот эта обезьяна ездила у меня на голове, в момент, когда я снимала и кидала мне сливы на голову, было здорово. Все, ну, без боли не обходятся, конечно. Свои сложности есть, но помимо содержания животных и вот этого всего хозяйства, цирку очень сложно договариваться с администрацией города. То есть получать все эти разрешения, это очень непросто. Плюс в некоторых районах города периодически вводят карантины на животных по каким-нибудь непонятным причинам, и цирк перестают или впускать, или выпускать в разные районы. Это внутри вагончика, там, собственно, это маленькие дома. У них есть дом настоящий, то есть где они живут зиму вместе с животными. Но все лето они живут в вагончиках. Раньше они ездили и по загранице, и в Европу ездили, но сейчас ездят вот в основном по МКАДу. 13 трейлеров, по-моему, сейчас у них уже 13 трейлеров, 3 фуры. То есть я так понимаю, что они обычно на какую-то конкретную программу приглашают еще артистов? Да, каждый сезон они помимо собственных номеров обновляют приглашенных. Вот это, например, вот справа сидит Оксана Сераштан. Она была с ними один сезон. Это действующий рекордсмен книга рекордов Гиннеса по дальности прохода на каблуках по канату. Также еще много профессиональных спортсменов приходит в цирк, вот именно с таким гимнастическим номером. У нас не было спортсменов, это все цирковые артисты. Это все династии, да? Да, 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 это все очень цирковые люди. Собачки вот все эти, да, живут с ними в трейлерах, все с рук не слезают, в том числе с моих. Будиль Бонифаций, который выполняет уникальный трюк. Это на носу крутит тарелочку на палочке, в общем. Говорят, он уникальный. Попугаи, вот, кстати говоря, я больше переживала за птиц, что вот они как-то в неволе там. Вот попугаи, они носят их на руках, они тоже с младенчества там с ними живут, и они не улетают. У них не обрезаны крылья там, ничего. Они могли бы улететь, но они с ними ходят по улице, и попугаи никуда, как кошки трутся об них, никуда не улетают. Вот медведи, и когда проводят медведей, и на манеж меня отгоняли. То есть, ну, вообще там всех отгоняют. Медведи считаются очень опасные животные, непредсказуемые. Да, они, в общем, с ними целуются, обнимаются, но то, что в какой-то момент его не перемкнет, это не факт. Их даже говорят, что дассировщики, что даже тигр, как бы, проще понять, что он готовится к нападению, чем такой добрый мишка, который в какой-то момент может хорошо укусить там. Поэтому все даже, ну, даже семья отходит там на 5 метров, когда их заводят. Ну, я видела только, как обезьяна среагировала очень жестко, потому что Андрей Вежевич, который ведет представление, он в один момент вышел в другом костюме, потому что тот отдал в чистку, он все время выходил в белом, а тут вышел в синем, и обезьяна его не узнала. И она в один момент, то есть ему уже надо, открывается кулис, он должен выходить, и в один момент обезьяна разворачивается и превращает это все в лохмотье. То есть это произошло очень быстро, она порвала на нем костюм. Поэтому, в общем, он как-то быстренько вытер кровь и вышел, все дальше продолжилось. Ее и обезьяна успокоилась тут же, когда его узнала, все-таки обозналась, все стало опять хорошо. Змеи, вот номера со змеями тоже на самом деле очень опасные, потому что змеи все-таки, они очень сильные и очень тяжелые, они реально могут задушить. И пару раз при мне снимали специально, ну то есть снимала три человека с Василия Кудзинова этих змей. Затапливала, да, цирк несколько раз затапливала, когда все-таки они стоят не всегда на асфальтированных площадках, иногда просто на полянах около леса. И тогда, в общем, приходилось не сладко и строить мостки, и все эти вытаскивали трейлеры потом. Это при входе, когда дети только попадают в цирк, они сразу утыкаются в такую лавку с кучей всякой пищащей и сверкающей фигни, без которой они уйти уже не могут. Это часть дохода цирка. Сахарная вата, святое. Дружим мы до сих пор с ними. Я уже снимала для них много чего, того, что они просили, там включая какие-то похождения детей в школу 1 сентября, там и все такое. Девчонками дружим. Не могу сказать, что я прям стала членом семьи кудзиновых, но хорошим другом, надеюсь, да. Собакам, кстати, нравится выступать реально, потому что собак даже удерживают от того, что их потом трудно загнать с манежа, они разыгрываются, их удерживают, они очень хотят туда выбежать. Это не потому, что они голодные, их там не кормят, а им, ну, то есть для собак это действительно удовольствие. А вот остальную часть сезона, то есть они где-то работают в закрытых церках, как вообще графика? Остальную часть сезона они готовят следующий сезон. Вот кудзиновые, я точно могу сказать, они просто готовят следующие номера. Живут в доме в Подмосковье. А вот клоуны, например, точно совершенно выступают. Ну, всякие новые года, вот корпоративы, вот они выступают. Девочки воздушной гимнастки выступают в клубе, где эти байкеры, волки сидят, забыла, как называется. Ночные волки. Ночные волки, да, да, вот они у них там кувыркаются. А какие-то приметы, то есть, можете рассказать? Какие-нибудь приметы цирковые не делились с вами? Ну, про последние крайние выступления, про ходить по манежу, ну, так не знаю. Потому что меня как будто, ну, после премьеры цирка всегда так удивляет их классическое слово «с началом». То есть, это вот ты выходишь и все с началом, с началом. То есть, это вот только в цирке можно услышать такое выражение, когда все поздравляют друг друга с первым представлением. Да, с первым представлением нельзя, ужасно болезненно почему-то они относились, вот когда я говорила, это уже у вас сегодня последнее выступление, нельзя говорить последнее, надо говорить крайнее. Нельзя, не дай бог, то есть, там вот в этом закулисье нельзя наступать на реквизит, даже, ну, не потому что он сломается, а потому что это плохая… Вообще дотрагиваться до реквизита жонглеров нельзя, не потому что я его испорчу, а потому что я какую-то принесу, могу принести неудачу. Вообще, у них, да, кстати, много примет, я как-то… И поэтому я спросила, что ты нашла, что это очень интересно, когда тебя чуть-чуть ближе подпустили, как бы, и ты вот находишь, видишь совсем другой мир. Ну, в общем, да, да. Ну, и я, ну, я могу сказать, что можно, наверное, еще ближе, то есть, если вообще стать как-то рабочим сценой, то, наверное, еще… Ну, цирк, он династийный, то есть, они очень закрытые сообщества, что, по-моему, то, что у вас получилось, это просто прекрасно. Ну, да, еще ближе было уже не влезть, да и мне, собственно, мне хватило, то есть, мне… Не хотелось снимать какую-то совсем там… К шатру к этому, в общем, относится тоже, как к члену трупа, потому что это вещь дорогая, и навсегда, скорее всего, второй уже не получится такой. Ну, собственно, это уже конец. Если есть вопросы, какие-то спрашивайте. Все, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.